Работники строительной промышленности возводят не только дома, но и хотят принять самое активное участие в строительстве своего будущего. Поэтому в коллективе коммунального унитарного предприятия «Брежилстрой» тема грядущего референдума – одна из ключевых. Вот и на этот раз сотрудников пригласили на встречу с рабочей группой по правовому просвещению, где еще раз обсудили изменения и дополнения, внесенные в Конституцию Республики Беларусь. Это у нас системная работа, и лично под моим руководством каждое утро, когда начинается совещание, одни из главных пунктов – это здоровье работников наших. А вторым главным вопросом у нас – это политически обязательно. Мы внимательно обсуждаем вопросы планерки и вопросы подготовки к этому большому событию, которое в ближайшее время произойдет, чтобы как народ это понимает, как он чувствует это все, мы буквально все изменения в нашей Конституции проработали перед руководителями, специалистами, мы по главам читали, мы внимательно обсуждали. Но одно дело разбираться самим, и совсем другое – услышать разъяснения профессионалов. А в Брестской области работу по правовому просвещению координирует Главное управление юстицией. 27 февраля 2022 года состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Проголосовать на республиканском референдуме можно будет досрочно с 22 по 26 февраля. На референдум будет вынесен один вопрос – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь. Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официального публикования. Возможность принять участие в референдуме – это наш с вами гражданский долг. В этом вопросе спикера поддержал и заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба. Ведь проект основного закона содержит ряд принципиальных положений, которые продиктованы временем и вместе с тем закрепляет социальную направленность в соответствии с потребностями граждан. Сохранение всех социальных гарантий. То есть, страна и экономика ее направлена на социальное и экономическое развитие страны. Социальные гарантии они сохраняют. Сохранение национальных традиций обучения, христианских ценностей. Сохранение памяти Великой Отечественной войны. Очень были серьезные обсуждения по 45-й статье, когда было написано, что каждый человек обязан сохранять свое здоровье. То есть, он обязан следить за своими правами. Собственно, убрали этот пункт. Защита интересов простых граждан и поддержка людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, перераспределение полномочий главы государства, исключение военной агрессии с территории Республики Беларусь в отношении других государств, эти и другие поправки обозначены в проекте Конституции. И каждому пришедшему на участки для голосования по референдуму 27 февраля предстоит сделать свой выбор. Продолжение следует...